Для молодого поколения главное общение. И зачастую подростку негде встретиться со своими друзьями, кроме как на улице или, например, в клубе. Но что делать, когда единственное приспособленное для этого места поселковый дом культуры и тут отдали церкви? 6 лет назад в поселке Сосновск организовали референдум. Люди решали, что для них важнее храм или клуб. С минимальным перевесом на сосновцы все-таки отдали предпочтение церкви. А потом спохватились. Без клуба в поселке тоже стало тоскливо. Хоть и проголосовали в Сосновском за церковь, однако до сих пор не считают бывший клуб святым местом. Ходить-то ходят, а вот крестить да венчаться едут другие храмы. Некоторые не хотят идти совершать таинство. Мотивирую это тем, что, как я был, когда раньше был здесь клуб, я там вроде бы занимался какими-то нечестивыми делами, сейчас я пойду совершать какое-либо таинство. Для молодежи нашли старое помещение, больше похожее на конюшню, где по выходным они собираются на танцы. Ничего нам не обещают. У нас здесь не театр, ничего нет. Сосновцы постарше и вовсе оказались не у дел. Ну, даже раньше на фильмы ходили, а сейчас у нас нет такого. У нас есть много строящихся зданий в поселке таких, которые вроде бы считаются очень важными для мэрии, но с другой стороны это бы здание было очень полезным для молодежи. Я не буду говорить, что за здание. Это налоговая инспекция. Новенькое и шикарное по местным меркам строение. Оно словно нарочно поставлено между Домом пионеров и так называемым клубом. Анна Потагина, телевизионная служба новостей из Нижегородской губернии.